Все зависит от хозяев. А мы, вежливые люди, в гостях тем более. Зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили? Недоумевает в ответ чиновник из правительственной свиты. Сначала войдет наш руководитель, объясняет северокорейский чиновник. Зачем мы зашли? Зачем мы же зашли сюда? Преброшаем вас в полку. Сейчас подойдут наши руководители. Вы бы сразу предупредили. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Россию и КНДР многие десятилетия связывают прочная дружба и тесное добрососедство. По лицу Мантурова видно, какое воодушевление царит в экономическом блоке РФ в связи с подписанием эпохального договора о сотрудничестве с Северной Кореей. Но это еще не все. Кремлебсдун притащил с собой к пухляшу главу Роскосмоса Борисова. Будут вместе осваивать дальний Коксмос. Им самим не смешно, какими лилипутами они выглядят сейчас в мировой политике. Разменять место в большой восьмерке на статус стратегического партнера КНДР – это нужно было очень постараться. Путин впервые с 2000 года прибыл в КНДР. Для встречи диктатора собрали и выстроили 10 тысяч корейцев с шариками, цветами и флагами. Давайте погрузимся в эту атмосферу торжества. Путину, конечно же, такой прием понравился. Он восхитился, как похорошел Пхеньян и пригласил Ким Чен Ына в Москву. Также он напомнил об исторических связях КНДР и России. Диктаторы обменялись подарками и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын выразил слова поддержки России в войне. У нас одна идеология. Русский мир. Турецкая разведка помогла предотвратить вторую атаку исламского государства в Москве. Ее якобы планировали после теракта в Крокус-Сити-Холле. Об этом сообщила турецкая газета «Хюриет». Как утверждается, террористы ячейки ИГИЛ Вил-Айад Харасан собирались взорвать торговый центр. Турецкие спецслужбы после допроса неназванных лиц передали разведданные российской стороне. 22 марта террористы атаковали концертную площадку «Крокус-Сити-Холл» в Московской области. Более 140 человек погибли. По заявлению ФСБ, бежавших террористов задержали в Брянской области. По данному преступлению арестованы 12 человек. Ответственность за нападение взял на себя ИГИЛ. Российские власти говорили о киевском следе. Утверждалось, что террористы ехали в сторону Украины, где их якобы должны были встретить спецслужбы. Официальный Киев отрицает данные обвинения. Литовский парламент одобрил поправки к закону о всеобщей воинской повинности, постановив, что на военную службу молодых людей будут призывать сразу после окончания школы. За изменения в законе проголосовало большинство депутатов. Таким образом, срочная военная служба в республике становится обязательной. Призыву будут подлежать все выпускники в возрасте от 18 до 22 лет. Служить придется 9 месяцев. Будущие призывники не смогут поступить в университеты, пока не исполнят свой долг перед государством. Исключение делается лишь для тех, кто не подходит по медицинским показателям. Первые медосмотры для школьников проведут уже в следующем году, а на воинскую службу они будут призваны в 2026 году, когда положение военной реформы вступит в силу. Ее цель – привлечь в армию больше специалистов, которые после службы войдут в действующий армейский резерв на случай кризиса. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. В Латвии отменили показ спектакля российского режиссера Дмитрия Крымова. Такое решение принял Национальный театр. Кроме того, до конца войны запрещены гастроли на русском языке. Местные СМИ сообщают, что у активистов вызвало возмущение решение театра сдать в аренду сцену для спектакля, который планировали показать на русском языке с латышскими титрами в Риге 18 и 19 сентября. Главные роли должны были исполнить Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Русских угнетают. Директор Национального театра в своем заявлении отметил, что эта сцена, цитата, не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке, в то время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина. Однако решение театра никоим образом не направлено против профессиональных артистов, покинувших Россию после начала войны. Организаторы спектакля сообщают, что он состоится на другой площадке, где именно, пока неизвестно. Отмечу, что режиссер Дмитрий Крымов после начала полномасштабного российского вторжения в Украину уехал из России в США. В московских театрах распорядились отменить все спектакли Крымова. Тем временем во Владивостоке американского военного приговорили к 3 годам и 9 месяцам колонии по обвинению в краже 10 тысяч рублей у россиянки. Гордон Блэк поссорился со своей девушкой Александрой Ващук. Якобы схватил ее за горло и украл деньги для оплаты отеля. Американец говорит, что его девушка сильно напилась и первая начала его бить. Тогда он ушел от нее в отель и взял деньги в долг, но вернул на следующий день. Казалось бы, бытовая ссора, маленькая сумма, но все равно реальный срок. Непонятно, было ли реально преступление или нет, но в любом случае уверен, что этот американец будет использоваться в качестве обменного фонда. Господи, благослови Америку. В городе Азов Ростовской области спасатели уже сутки пытаются потушить пожар на нефтебазе. Она была атакована украинскими дронами прошлой ночью. По сообщению МЧС, пожар удалось локализовать. Выяснилось, что для нас это проблема. Парламент Финляндии планирует принять закон, который временно запретит предоставление убежища мигрантам, пытающимся въехать из России. Для этого планируется внести поправки в существующее законодательство. Как сообщают местные СМИ, на границах Финляндии временно запретят подавать заявки на международную защиту. Комитет парламента поддержал законопроект. 15 членов проголосовали за, двое против. Проект будет направлен в административную комиссию и затем уже внесен на рассмотрение депутатам. Юристы сомневаются, что новый закон соответствует международным правам человека, законам ЕС и Конституции Финляндии. Согласно проекту, прибывших из России беженцев будут размещать в специальных центрах на границе или рядом с ней до обработки их заявлений. Тех, кому в убежище откажут, депортируют. Вообще не хочу уезжать. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. 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 По-домашнему.